себя вести если дети крайне плохо себя ведут они матерятся на улице грубо разговаривают со взрослыми вчера я слышала в маршрутке как мальчик пнул учительницу если сделаешь замечание то дети только еще больше разозляться если не сделать то вся площадка слушает у меня сын взрослый но я думаю многим интересна такая тема спасибо вам наши дети являются отражением тех чувств которые возникают у людей ребенок который начинает беситься говорит о том что папа озабочен сексуально и мама ему не дает а мама озабочена вообще непонятно чем как деньги зарабатывать это же как шляться и всех это бесит а ребенок он становится дурачком и становится долбанутым почему потому что ребенку нужно относиться тепло а если к нему относятся как помехи то тогда мама тянет с одной стороны папа тянет с другой стороны так уж устроен сейчас мир друзья мои что в этом мире никто к сожалению не обучает людей морали раньше были религиозные общины или общество в которых говорилось о религиозных элементах морали о том что есть уважение о том что нужно уважать близких это морали она внедрялась самого детства до были свои перекосы и завихрения в религиозной морали там любой абсолютно всегда там ценились какие-то моральные вот эти элементы также у нас была советская мораль мораль советского союза где говорили о том что именно в советском союзе говорили о том что мужчина должен заплатить за женщину в ресторане о том что женщина должна идти там и держаться мужчину за правую сильную руку с правой стороны потому что правая сильнее чтобы чувствовать его силу что мужчина должен вперед женщину пропустить почему вперед женщину но потому что он ее может потом закрыть руками и там случае если какая-то опасность то может ее спрятать как бы в свои объятия и так далее там других странах наоборот мужчины вперед ходят почему а у меня всегда вопрос а если ее сзади украдут тоже непонятно ну и вот такая мораль она всегда присутствовала эта мораль она была пронизана она была пронизана и она сама развивалась данная мораль почему она возникла в советском союзе мы жили по принципу где государство давала надежды людям что у них все получится где давала надежду людям и давала квартиры и люди могли ходить на работу могли работать до пяти до шести вечера и потом у них было свободное время и в воскресенье они могли отдыхать и вот эта обеспеченность свободным временем создавала у этих людей желание творить или создавать творчество это творчество оно было необходимо людям и они начинали слушать стихи слушать красивую музыку и это нравилось очень большому количеству людей у них было на это время а сейчас в связи с тем что мир переключился в сторону капитализма одной из самых главных задач одной из самых главных идей это идея зарабатывания денег которые ставят на первое место на сегодняшний день это капиталистический мир государства уже ничего никому не должно все должны этому государству или какому-либо еще государству при этом кто богаче тот и прав ну и люди вынуждены быть эксплуатируемыми эксплуатируемым трудовым пролетариатом и людям необходимо выживать выживание в этом случае оно связано теперь стало с тем что человек должен быть более напористым более хамовитым более жестоким более наверно конкурентным а конкурировать в среде физио физических людей сложно нужно быть более сильным более наглым более там ругайственным и внешний мир начинает проникать во внутренний мир человека это в дальнейшем переходит в состоянии семьи где одна мораль социалистическая или советская мораль исчезла новая мораль она не возбуждает потому что глядя на мораль или моралитет как говорят в германии религиозные которые демонстрируют нам многие религиозные деятели становится понятным что наверно если самые высшие религиозные деятели так поступают и так себя ведут хотя это может быть тоже специально созданная пропаганда то нет воспитания и в ребенке никто не воспитывает мораль и когда никто не воспитывает мораль в ребенке то эта мораль она должна каким-то образом быть а то что там воспитать ребенка ребенка необходимо воспитывать собственным примером а это пример родителей там мама обнимает отца отец там мама отец заботиться о маме там за ручку подержал погладил обнял тогда детям нужно говорить что там обнимаетесь это задача нас обычных людей независимо от того есть у нас морали религиозные или нет и нашей задачей является не воспитывать кого-то кто непослушный а создавать условия и говорить об этом говорить о том что мораль все-таки присутствует о том что наглость это нехорошо мы воспитываем своих детей мы воспитываем своих внуков и мы мы обращаем на себя в мир он так устроен что нужное человек выберет сам в процессе эволюции поэтому не нужно переживать за чужих детей это их путь поверьте мне есть это вам попались такие люди а есть такой путь еще когда ребенку необходимо становление допустим ребенка угнетают дома он хочет угнетать кого-то вокруг себя ребенок там но это еще знаете некомпетентность преподавателя это некомпетентность это некомпетентность родителей это но как родителям быть другими если в советское время социальную мораль бы она была потеряна в наше время не создана когда допустим выпивать и бить морды это хорошо когда быть наглым приветствуется когда материться среди женщин и среди детей это нормально и так далее ну и конечно же здесь такой вариант мы как люди высокодуховные как люди развивающие эзотеризм мы можем это делать среди таких же как мы мы это делаем очищая пространство мы это делаем так чтобы темные силы деструктивные силы на земле уменьшались поверьте мне это очищает землю это очищает души души становятся лучше но и со временем и дети и люди тоже становятся лучше поэтому я хочу вам сказать на ваш вопрос как себя вести хочу сказать вам единственно правильный ответ игнорировать это единственно правильный ответ как вы должны поступать я понимаю вам больно я понимаю но отвечать на насилие насилием это закреплять насилие